Друзья, всем привет! Вот Макрон и расчехлился. Стало известно, как этот дяденька, ставленник глобалистов и банкиров, собирается решать экономические проблемы Франции, которые возникли именно благодаря его восхитительному руководству. Рецепт крайне простой, из народа выжмут все до последней капельки, что характер на власть никогда не решает проблемы за свой счет. Когда они говорят, надо поднапрячься, то никто еще не видел поднапрягшегося и похудевшего министра или депутата, у которого дети не пошли в детский сад или остались без помощи врача. Почему-то косячат они, а напрягаться потом приходится всем остальным. Господин Макрон вот даже в отставку уйти не соизволил, хотя тут, конечно, больше вопросов к французам. Видимо, все устраивает, какой Франция была в 17-м году и во что Макрон превратил ее за 7 лет в своей власти. Ну, если ему это нравится, то, согласно известной поговорке, они и заслуживают ее власть, которую имеют. А уж Макрон их точно будет, простите, Макрон они точно будут долго еще иметь, раз проголосовали за его партию на выборах. Маню решил себя вообще не сдерживать. Налог в 90% для богатых – вот что собираются вести левые, в коалицию с которыми был вынужден вступить Макрон. Если во Франции еще осталась какая-то промышленность после всего, что они устроили после 22-го года, то она разбежится без остатка, нет таких дураков, чтобы 90% заработанных денег отдавать государству. Все богатые люди просто откажутся от французского гражданства и выведут свои активы, чтобы не платить столь безумных налогов. Как ни трудно догадаться, произойдет не повышение, а понижение налогов и не до 90%, а до нуля, потому что их просто несколького будет брать, но зато снижение пенсионного возраста в качестве меры популизма и благодарность за избрание. Интересно даже, где они собираются брать на все это деньги. В России очень много и очень часто критиковали нас, мол, индексация пенсии и зарплат бюджетников маловато, надо в разы больше, но Путин всегда говорил, что я не буду принимать популистских законов, я не буду обещать те меры, которые потом не смогу реализовать, если мы в правительстве не знаем четко, откуда возьмем деньги на эти цели, то не стоит обещать. Так что мы не сомневаемся, что все это в Париже сейчас примут и реализуют и пенсионный возраст понизит и налоги повысит, при этом Франция продолжает настаивать на росте расходов. Мы уже недавно считали, что каждый 1% взаимный пиар расходов равен 6% их бюджета. Сейчас они уже превышают 15% всех государственных расходов Франции, а если сделают так, как требует Урсула, то есть повысит до 4% взаимный пиар, то это будет уже четверть всех государственных трат при условии снижения пенсионного возраста. Ну очень интересно, где они собираются брать деньги. Ответ один, и тут мы возвращаемся к Макрону, он же как раз выходит из среды банкеров и глобалистов. Ответ на вопрос, где Франция возьмет денег очень прост, она будет их занимать и влезет в долговую кабалу куда похлеще, чем Россия в начале 90-х годов. По сути, Макрон полностью уничтожит суверенитет Франции и она станет подчиняться западным финансово-глобалейским институтам даже больше, чем сейчас, потому что станет должна и потеряет последние признаки свободы. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Есть очень интересные новости, но чтобы у вас было понимание, о чем идет речь, немного информационной справки. Наверное, каждый из вас слышал о том, что наш Центральный банк, как и все банки мира в однополярном американском мире, который образовался в 1991 году, работает в интересах Федеральной резервной системы США. Федеральной резервной системы – это, так сказать, Центральный банк США, который печатает доллары. Тут все логично, доллар – главная валюта мира, а значит, все банки должны придерживаться правил его создателя. Так вот, услышав эту информацию, у многих возникает вопрос, а что мешает правительстве национализировать наш Центробанк, послать куда подальше этот самый Федеральной резервной системы США и заставить ЦБ работать в интересах России? На этот вопрос уже отвечали множество экспертов. Например, историк Андрей Фурсов говорил, что если Россия попробует это сделать, национализировать ЦБ РФ, то он объявит самым влиятельным семейным кланом мира, которому принадлежит Федеральная резервная система США. Или вот еще слова экономиста Валентина Катасонова. «Если Россия попытается преобразовать Центральный банк и Суренсу Барт сделать действительно банк, который занимается рефинансированием, рефинансирование идет до реального сектора экономики, уверяю вас, здесь могут быть такие майданы. Мало не покажется». Так вот, хоть я множество выпусков посвятил теме «Хозяев денег», кратко напомню для тех, кто пропустил эти выпуски. Главная валюта в мире – это доллар США. На эту валюту практически во всех странах можно купить все, что угодно. Самое поразительное тут то, что этот самый доллар печатает частные учреждения Федеральной резервной системы США без ограничений. Ну, нет у этого заведения какого-то лимита. Естественно, Федеральной резервной системы США хоть и является частной структурой, но она очень тесно работает с государством США. У них некий симбиоз – государство США печатает так называемые облигации, а Федеральной резервной системы США печатает доллары и скупает их. США не хотят, чтобы Россия продавала природный газ, не хотят, чтобы развивалась наша газовая отрасль, не хотят. Ничего личного. Это же бизнес. Деньги не пахнут. Мы не помогаем России развиваться и обходить санкции, мы просто зарабатываем свои деньги. А куда девать наши суда? И так далее. Эти американские отговорки можно слышать регулярно, когда разговор заходит о государственных пенсионных фондах США. Финансисты этого учреждения – не глупые люди. Они умеют просчитывать выгодные вложения на многие годы вперед, чтобы сохранить и приумножить средства этих фондов. В январе 2022 года они произвели выгодные во всех отношениях размещения средств. Серьезные деньги были потрачены на покупку газовозов. Все предельно ясно. Газовый бизнес на взлете. Развитие его будет продолжаться в ближайшие 20 лет, и такое обеспечение финансов абсолютно оправдано. Но есть одно удивительное, но деньги-то они вложили. Выгодно? Да. Вот только газовозы, которые приобрели пенсионный фонд Вашингтона, Нью-Йорка и Филадельфии могут перевозить газ исключительно с российского проекта «Ямал природный газ». И буквально через месяц после покупки началось. Кто же мог знать, что Россия и здесь им все обломает? Контракты с РФ подписаны. Суда специализированные. Ледового класса. Использовать их не в арктических широтах – это все равно, что возить уголь спутниками. Поэтому хочешь, не хочешь, а американцы принимают на свои борты российский жиженый газ с проекта «Ямал», который находится под американскими санкциями и везут его в Китай. Ну, шикардос ведь. История покупки весьма банальна. Штатовская инвесткомпания «Станипиак», которая привлекает деньги тех самых пенсионных фондов, по случаю выгодно прикупила бизнес у фирмы «Сиапиак». Таким образом, она стала совладельцем десятков судов. В их числе оказались и 16 танкеров ледового класса, которые обслуживали российский проект «Ямал». Это называется «Вляпались по самые-самые». А куда теперь деваться? Продать эти суда можно только России. Наши не сильно торопятся с покупкой, так как прекрасно понимают, что американцы с нашей газовой иглы не слезут и будут продолжать перевозить российский газ, пополняя доходы нашего предприятия и внося свой вклад в поток денежек в российскую казну. А если совсем их прижмет, то, конечно, купим, но сильно поторгуемся. Надо же и пенсионным фондам США делиться с нами. Не всегда же коту масленица. Основатель Арктического Вашингтонского института Мальти Хамперт привел интересную статистику. За 2024 год более трети всех поставок с «Ямал» газа были произведены на судах компании «Сепиак». Без этих судов «Новотек», а значит и Россия, не смогли бы экспортировать газ крупнейшего проекта страны. Эти газовозы были специально спроектированы для перевозки российского газа из Арктики в Европу и Азию. Другого рынка или цели для них нет, заявил он. Более того, он также подтвердил тот факт, что первую отгрузку по Северному морскому пути в этом году по маршруту из России в Китай в начале июля также совершил танкер, принадлежащий Америке. То есть, американцы вольно или невольно, но изо всех сил помогают России развивать и крупнейший в стране газовый проект, и крупнейший в стране транспортный проект. Несмотря на поддержку всех инициатив с американскими и европейскими санкциями, также плевать на них хотели, когда речь заходит о собственных интересах большинство французских компаний. Что касается газовой темы, то одна из крупнейших в мире французская компания Total Energy C продолжает оставаться акционером проекта «Ямалгаз». Она вообще не собирает разрывать отношения с Россией и выполняет все условия подписанных ранее договоренностей.